Эхей! Всем здорова! С вами Некрос. Недавно я подсел на Street Fighter и решил немножко рассказать об этом и о файтингах в целом. С четвертой части «Уличных бойцов» я познакомился в 2010 году, сразу после покупки этого компа. И я решил исполнить свою давнюю мечту – поиграть в файтинги в онлайне. Никнейм я себе сделал другой – Soul Elder, что означает что-то вроде «Старший по душам». Не знаю, под чем я был, когда его придумывал. Играл я, конечно, на клаве и преимущественно аккумой, так как он мне нравился внешне, и у него были воздушные ходукины, которыми можно здорово надоедать противнику. Соответственно, мой стиль боя был довольно-таки пассивный. На клаве комбо делать было очень неудобно, поскольку файтинг этот шестикнопочный, да и буфер переполнялся. Некоторые кнопки просто отказывались работать вместе. Хотя и ребята зачастую попадались слабенькие, которые еще и писали мне гневные письма по поводу лузов. В итоге мне это все надоело, и игру я забросил. База игроков была нищая, играть было не с кем. Оказалось, что я просто купил оригинальный Стритфайтер. Скорее всего, Супер Стритфайтер уже был выпущен, и игроки переключились на новую игру. Что довольно-таки логично. Буквально месяц назад я решил приобрести Супер Стритфайтер 4 Аркейд Эдишн по скидке за 100 деревянных. И вы знаете, я был обрадован всем. Сетевой код в игре просто идеальный, задержки вообще никакой нету. Добавилась куча новых персонажей, и база игроков стала гораздо более объемной. И тут я понял, что мне нужно перейти на новый уровень. Начал я с установки фьюса геймпада на PSP, который позволяет использовать ее как геймпад. Таким образом, комбо стало делать гораздо проще, да и вращать крестовину на 360 градусов гораздо легче, чем на клаве пальцами круголя выписывать. Поскольку опыта все еще было маловато, стиль боя оставался защитным. Но уже не таким печальным, как раньше. Я уже мог нажимать на нужные кнопки, как-то удары соединять и финты всякие делать мелкие. Я решил пройтись по героям. Так сказать, захотел найти персонажа моей мечты. Пробовал крысить Дальсимом, но противники-то не глупые, начинают прессовать. А Дальсим прессинга вообще не выносит. Это объективно его слабость. Начал уклоняться от Хадукинов под катами, научился кое-как делать воздушный телепорт с места. А это, кстати, убирает задержку после такового. Иначе его бесполезно делать, вас перехватит практически любой игрок, который хоть что-то знает об игре. Даже комбо иногда стало получаться. Кидаем фаерболл, подпрыгиваем на миллиметр и телепортируемся за спину. В воздухе ударяем его кулаками, потом ногой, допустим, и жарим огнем. Противник может не успеть среагировать и поставить блок неправильно. Потому что, по сути, с одной стороны летит шарик, а с другой я бью. А блок-то в игре делается кнопкой назад. Такие вот хитрости. И все равно, Дальси мне показался неповоротливым, как и Сет, который с одной стороны обладает кучей вкусняшек, а с другой считается слабеньким персом. Жизни у него мало, да и ходит он так, будто в штаны навалил. Мне, кстати, недавно попадался нормальный сет. Это жесть. Ничего этот пацан не дает нормально сделать. Постоянно притягивает и летает по карте как ошалелый. К тому же комбит по-зверски. И это вам не Mortal Kombat. Игра тут не будет заранее запоминать кнопки. Никакого буферинга. Или нажимаешь по таймингу, или получаешь шоу-рюкин в челюсть. Только хардкор. Немного погодя, я решил попробовать поиграть чарджерами. Это такие персы, у которых приемы основаны на удержании кнопки назад или вниз. И знаете, оказалось, что данный тип бойцов мне, в общем-то, подходит. Попробовал Байзона, Гайла и Бланку. Пока что лучше всего именно Байзон себя показывает. У него кувырок наносит чип-дамаг. То есть вы можете спокойно спамить этот скилл, практически не боясь, что вас накажут. Вот только лучше использовать легкую версию приема. Иначе задержка будет слишком большой и наступит Punish. Бланка тоже показался мне юзабельным. Под катом можно контрить Хадукины. Можно прыгнуть противнику за спину и сделать захват. Ну или током ударить через короткую комбу. Гайл, в принципе, тоже неплох. Вот только комбить пока не особо у меня выходит. Зато задержка после выстрела у него мизерная и можно медленные версии Соника прикрыться, для того, чтобы атаковать противника. К слову, тайминг у персов тоже немножко разный. Некоторыми комбить довольно легко, а некоторыми вообще непонятно как. Для этого, видимо, нужен аркадный хитбокс со стиком. Теперь об отношении к игре. Чтобы научиться играть в файтинг, нужно много практиковаться и уметь проигрывать. Потому что последнее придется терпеть долго. И поначалу кажется, блин, этот прием или комбо у меня точно никогда не получится. Потом со временем уже начинаешь приобретать стиль, темп, тайминг поправляется потихоньку. И лично мне еще многому придется научиться. Главное, делать это с удовольствием и интересом. Если вы тоже интересуетесь этой игрой, напишите мне об этом в комментах. За кого любите играть, на чем и так далее. Может быть, даже я сниму парочку гайдов для начинающих. И на этом я, пожалуй, закончу. С вами был Некрос, играйте и выигрывайте!